Итак, всем привет, с вами Долгай, и это третья серия прохождения Millennium Dawn за Китай. В прошлой серии мы захватили Японию, получили очень неплохое количество марионеток, и теперь будем двигаться уже в сторону войны с какими-то крупными блоками. Между тем, я вот строю защитные ракетные комплексы, будем готовиться к защите, собственно говоря, от вражеских ракет, и затем будем все так же строить свои, конечно же. Кроме того, я постараюсь запускать спутники, чтобы перейти на следующий уровень спутниковой связи, и здесь тоже, то есть эти два нужно проапгрейдить, потому что я их как раз исследовал. Следующий будет только в 2015 году. Собственно говоря, продолжаем. А тем временем в Европе начались реальные войны. Турция напала на Грецию, как я вижу, не только на Грецию, либо... Нет, здесь просто были гаранты, то есть Турция напала на неплохое количество стран. Интересно, Польша, допустим, может быть вообще членом НАТО? Хотя я в этом не уверен, конечно же. Вроде бы нет, но как выглядит член НАТО? Давайте посмотрим. Забавно, что не вижу НАТО. Может ли НАТО быть распущено? А нет, вот, член НАТО есть. Балтийский и Черноморский союз есть только тут у них. Член НАТО нет. Ладно. Не такая страшная война будет у Турции. Но все еще неприятно, и я не думаю, что они смогут победить. И Трикославия начала войну с Боснией тем временем. Но мы просто потихоньку проникаем в Африку. США высаживаются на Кубу, а мы тем временем покорили очень неплохую часть Африки. Здесь у нас, конечно же, огромные успехи. Ну и постепенно США тоже сдаются под натиском китайских продуктов. Итак, мы тут подготовили высадку в Турцию. Я решил начинать именно с нее нападение. У нас здесь уже войска готовы. Так что сейчас мы начнем. Так, нападаем на Турцию. Высадка начинается. Сюда я, конечно же, подогнал наш флот. Думаю, проблем у нас вообще не будет, учитывая, что у нас корабли такие более-менее хорошие. А вот и подъехали первые бои. В принципе, удачно. Можно скоро чуть-чуть понизить. Если что, успеть что-то изменить. Сразу же стоит расширить наш флот с даром. Отлично. Сюда пока складывается очень дорого-хорошо. Вот наш флот с даром и готов. Теперь пускайте воскресенье копаются. А тем временем наши дополнительные силы займут позиции уже для наступления. В принципе, морпехи, конечно же, тоже будут наступать. Просто пока аккуратненько. Так, что-то у них с приказами. Я понял, что. Не, из-за этого, наверное, затопили. Так, так, да, все отлично. Займаю позиции. Ой, сколько стран хотят, чтобы мы их призвали. Мы не будем. Присходитесь в бои. Что это? Греческий, что ли, флот? Да. Ну, на греческих флот нам не сильно интересно. Ну, в принципе, можно сделать будет вот так. Скай. Здесь мы тоже заберем русское производство. Выска успешно высаживаются. Кроме того, единственное, что мы не сделали. Хотя нам стоило делать сразу же занять этот аэродром. Видишь, там и штанки туда передвигаются. А нет, не просто. И сюда тоже перекинуть авиацию. Ну, и сейчас начнется наступление. Так, все на позициях. Можем начинать. На самом деле, Армения можем пригласить. Давайте пригласим. Почему нет? На самом деле, проблем вообще у нас не должно быть с Турцией. В принципе, их и нету. Все-таки, как же много уведомлений. Просто ужас. Утопим немножко их конвоев. Ничего такого. Здесь с нашими подлазками вывязались турки. Мы могли просто уйти. Здесь вот нам 6 фрегатов потопили. Все. Собственно говоря, складывается отлично. 150 тысяч потерь в Турции. Но стоит заметить, что 100 из них это от Греции. Потому что они все это время воевали за Грецией. У нас очень мало участия в войне. Хотя можно сказать, что буквально именно мы захватили сейчас Турцию. Так, давайте-ка. Я вижу, что греки тоже приняли наступление, но Стамбул надо взять именно нашим войскам, конечно же. Иначе вся эта операция будет бессмысленной. Почему они не могут перейти? Нужно, я предположу, допустим, что нам нужно захватить весь этот регион, но это выглядит очень глупо. Особенно то, что мы контролируем море. Как бы таких проблем у нас быть в теории не должно. Нам потопили под лодочку. Ну да, вот о чем я и говорил. Польша, Польша, которая находится здесь не участвовала в войне, почему-то имеет больше всего очков. Но это не так страшно. Нам самое главное получить здесь морские базы. Хотя бы вот так сделаем. Марионетка, да? Ладно, хватит. Как я сказал, главное нам получить морские базы. Это у нас получилось. Порелем, боремся с влиянием стран, как видите, немножко лишнего, уже у них сложилось. и теперь можем думать о нашем следующем шаге. Итак, интересный факт. Россия решила принести демократию в Центральную Азию, что даст цель войны против всех этих стран. Но вот незадача все эти страны уже в нашем альянсе и часть из них даже море и марионетки. В Европе тем временем я решил, что в принципе этот блок не такой, что и большой. Можем уже с ними повоевать. США вроде как не должна будет вступить, ну и в принципе все НАТО не должно пока вступать в такую войну. А мы сможем немножко продвинуться на запад и подвезти к войне с западным блоком. Так, азабеля готов, а значит мы снова нападаем на Турцию. В этот раз призовем всех соедников по нескольким причинам. Ох, это большой список. Во-первых, нам нужно вот отсюда нападать. А для этого нужно придавать как раз-таки Армении, которая почему-то решила, ну я не хочу, нет, не пойду. Ладно, что поделать. Здесь тоже какие-то приколы произошли, но хотя бы не сильно страшные. захватили, в этот раз там был просто высадкой. Прежде скорость всем пожалуйста. И с этим все хорошо. Здесь же Россия почему-то тоже решила, но я не хочу. даже не знаю, что лучше отношения с ними нужно. А вот решает оказать на помощь. Только что одна игра невероятно прекрасно. Видимо, наш призыв они не хотят откликаться, но какие-то там цифры в голове у компьютера говорят им, что он, а я хочу вступить. А я не понял, почему территория Болгарии на нас не позволит быть. Тоже какая-то прекрасная механика. Тем временем Турцию надо капитулировать и Польша еще надо будет капитулировать, что это тоже считается сильной биржамой. Кроме того, я бы здесь нам авиацию подогнал какую возможно. Вот здесь есть место. Давайте попробуем. Ага, у нас здесь маловато. Насколько есть. Вот так вот сделать. флот. Турция капитулирует отлично. Поиск здесь. Остали здесь еще немножко польских и румынских поисков. Судьба их незавидная, конечно же. Румынский флот потом ну так у нас есть проблемы с нефтью, но благо у нас есть несколько разных марионеток. Никола тоже наш, тоже наш. В которых мы можем очень неплохо выбирать нефть. это придется и в России покупать по нормальным ценам, так сказать. Так. Теперь что нам нужно сделать? Первый поставить вас здесь. Во-вторых, сделать выставку вот отсюда. Поехали. Сколько вам нужно тридцать дня? Очень долго. Так. Не то. Вот. Скорость поток трения 50%. По-моему, в цифре поменялось. Нас обманули. Что поделать? А мы сможем сюда попасть? Нет. Или да. Кажется, что да, но на самом деле нет. Вот вопрос, почему мы не сможем пройти через Грузию как-нибудь. Типа. Или почему мы не можем попасть туда? Ладно, Грузия реально не даст проход, но мы могли, наверное, поплыть. Давайте это попробуем сделать. Потопили еще трецкого флота. Российский немножко флот потонул. Так, нам теперь нужно вот так сделать. Можно сделать вот так. Кроме того, вот так. Теперь здесь точно никакой корабль не прошмутнет. А, ну, россияне сами готовы тоже высадки. Что, в принципе, конечно же, неплохо. Хватит побыстрее им поможем. здесь, Калининград успешно потерян. так, только они смогут сажаться высорвать. Почему вы не хотите плыть? Это абсурд какой-то. Они просто стоят и ждут. А, еще абсурд то, что россияне наши аэродромы занимают. Еще освободили. Прекрасно. А теперь вот рота подавайте. Все у нас пойдет по маслу. Да, отлично. Ну, и мы тут еще и высадку сделали. уже примерно без разницы. тем не менее дополнительные силы всегда полезны. Отлично. Румыния пала. Остается лишь пробиться в Польшу. Но здесь у нас как-то все никак не заставим покинуть аэродром. Ладно, вряд ли заставим. Румыния капитулирует. Отлично. теперь проготовить высадку. Куда мы попробуем? Давайте попробуем вот сюда. Вот они поплыли. А вам значится в риту просто дислоцироваться, чтобы оттуда потом непосредственно помочь. вот мы сюда перетягиваем конечно же. Или подлодки можно тоже туда же. О, господи, они просто считают мои мысли. Россия сама посадилась туда же. Неплохо. Здесь мы потихоньку пробиваемся. Я знаю, конечно, не хватает авиации. Что с камерой? Камера как обычно улетела куда-то. нам здесь нужна будет авиация. что ж. Так, мы пробуем делать вот такой выставку в Польшу. На самом деле я не уверен там будет ли она реально эффективной или нет. По той простой причине, что поиска на самом деле много, а поддержки авиации мы оказать не можем вообще. Давайте посмотрим. Здесь вот допустим нам прогнозируют вообще без успехов, но в соседних провинциях вроде где-то что-то даже есть. Конечно укрепленную дивизию пробить очень сложно. И смотрите у нас получилось хоть и немного, нужно сделать срочно вот так. Здесь попробую пробиться к аэродрому я это сделал. Следовательно что мы сделаем во-первых этот меньше этот стоит три сотни сюда поддержку. стоит помочь также попробовать вот этим войскам а также у нашего флота все-таки есть опция поддержки морского вторжения давайте именно этим попробуем заняться. Бомбардировка с моря минус сто. о господи почему я об этом не знал как это просто невероятно сильно даже просто жесть я подозреваю это потому что какие-то из кораблей у нас имеют противоназемные ракеты где-то или просто потому что у них космические статы это просто невероятное подавление я бы сказал главное только сейчас удержаться отлично теперь вот этот сразу сюда можно перебросить наши вспомогательные армии они там думают ехать не ехать всем ехать сам чуть-чуть не ходит снабжение потерпится отлично слушайте это это просто безумное подавление какое-то минус 100% что продолжаем закатывать польшу ну вот и подходит последние деньки польши и и у россии реально больше очков почему да просто так держите марионетки во всех странах господи что с этим просто что с этим счетом так румыния мне нужно добруча во всякий случай и мы румынии отдадим ее территорию так у нас вас польша ладно пускай будет марионетка россии так и быть вот так наш блок в принципе неплохо подрос на запад у нас здесь есть базы мы здесь можем скоро провести революцию в Греции я тоже подозреваю параллельно подходит революция как революция переворот в США у нас уже есть очень неплохие шансы но я хочу их еще подрасти под увеличить немножко сделать нашу партию попопулярней и затем уже с хорошими шансами сделать нам революцию так что нам остается лишь сокрушить в принципе западный блок и Китая не останется противников в этом мире так что заканчиваем эту серию с вами был Дубгай подписывайтесь на канал ставьте лайки оставляйте комментарии все как обычно увидимся в следующей серии